Пастор Пётр и Галина Беднюк В программе «Твой лучший день» Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем тему спасения. Мы хотим раскрыть для вас, как важно иметь спасение и сохранить это спасение. Поэтому оставайтесь с нами, вам будет интересно. Что такое спасение? Без спасителя нету спасения. Обычно людям и так думаем, что спасение нужно человеку, который, возможно, утопает. Это горе великое. Крайне больной или сильно больной. Или в каком-то пожаре. Дорогие друзья, да, нужно людям спасение. Но мы сегодня говорим о том спасении, которое Бог предлагает не только здесь временно, но даёт спасение вечное и жизнь вечную. И рука Господня не сократилась, чтобы спасать. И ухо Его не отяжелело, чтобы слышать голос и молитвы людей. Поэтому, дорогие друзья, Господь сегодня предлагает обратиться к Нему. Почему мы должны обратиться к Нему? Потому что на самом деле мы все в какой-то мере погрешны, грешники, как Писание говорит. Мы обратились к Нему не лицом, но спиной. Вы скажете, да я никогда этого не делал. Я ничего с Ним общего не имею. Ну, как бы на Него даже и не гневаюсь, и ничего против Него Бога не имею. Да, дорогие друзья, может это и плохо, что мы сами по себе стараемся быть для себя Богом. Но Господь, Он наш Творец, Он нас создал. Он хочет нам просветить действительно нашу жизнь. Как и многие люди взывали к Богу и говорили, восстань, Господи, просвети, спаси меня, Боже мой. Просвети очи сердца моего, чтобы мне ходить путём правды, путём света. Дорогие друзья, в Боге есть спасение. Есть единственный спаситель, и нет другого на этой земле, нет другого имени, в котором мы могли бы спастись, кроме имя Иисуса Христа. Поэтому будьте сегодня с нами, мы будем продолжать эту тему. И действительно, как важно просто разобраться для себя и сделать решение, следовать за Богом и обрести это вечное спасение. Или люди бывают вообще безразличны ко всему. И я думаю, что будет один момент, когда это безразличие прекратится. Знаете, говорят, есть одно место, где нет ни одного атеиста. Это в аду. Понимаете? Когда уже человек увидел, что есть воздаяние за его грех, за его безбожие, вот тогда он не становится всеверующим. Но это уже поздно. Понимаете? Уже слишком поздно. Вот надо сделать это тогда, когда еще не закрыта дверь спасения, не закрыта дверь милости Божьей. Потому что в один момент прекратится. Бог и сказал, что в один момент человеку придется пристать пред судом. И это будет момент грандиозный, когда это вообще будет суд Божий. Но для каждого человека это может оказаться совершенно в различное время, когда человека прекращается жизнь, и дыхание кончается, и видим, что человек предстоит перед Богом. Я хочу сказать, дорогие друзья, что у Бога для каждого из нас, для вас, есть добрые намерения. Я не знаю, сколько вы в жизни имеете людей, которые так доброжелательно могут относиться к вам. Да, это было бы очень правильно. Это на самом деле, если бы мы относились по-божески друг к другу, это был бы рай на земле. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, что я не знаю, кого мы больше встречаем. Доброжелатели или недоброжелатели, или людей равнодушных к нам. Но Бог к вам не равнодушный. Он любит вас, дорогие друзья. Он вечной любовью возлюбил к вам. И Его воля, святая, благая, угодная и совершенная, она на добро к вам, дорогие друзья. Она на то, чтобы мы спаслись и достигли познания истины. Это Бога самое большое желание. И многие святые, тысячи святых, которые возносили молитвы и возносят сегодня молитвы за людей, за народы, за города, за нации, чтобы Божье спасение пришло во все концы земли. Дорогие друзья, сегодня наша цель – побудить вас искать Бога. После короткой паузы мы вернемся, чтобы продолжить. Будьте с нами. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем тему спасения. Как важно действительно уразуметь это. Я думаю, что в какой-то степени это смирение, когда человек в состоянии понимания, непонимания, он может искать Бога и искать вопросы, чтобы кто-то ему ответил или сам. Там, знаете, сегодня доступный интернет, но интернет не есть, можно сказать, лучший ресурс. Понимаете? Вот Библия – это является… Если кто-то возьмет эту книгу, которая уже века, века, она живая, она изменила жизни людей, она дает вопросы, ответы на любой вопрос, если вы ищете. И на самом деле Дух Божий, который слышит и видит ваше сердце, он вам ответит на ваше искание. Понимаете? И, ну, только Бог отвечает на состояние смирения. Когда человек, знаете, так с таким высокомерием, типа, ну, что ты мне покажешь, что ты мне расскажешь? А, ты хочешь, чтобы я тебе еще молился? Знаете, есть люди такие крутые, что, типа, а вы мне еще на колени хотите поставить? Знаете, что? Написано, Слово Божие говорит, что перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено. Только разница будет в том, что кто-то преклонится перед Ним, как перед своим… Добровольно. Да, добровольно, как перед своим спасителем, а кто-то преклонится перед грозным судьей. Понимаете? И это есть разница. Или сегодня ты смиришься самостоятельно, или ты будешь смирен, смирен уже, когда тебя покорят, и ты, духа, уже спасения не будет, уже милости не будет. Понимаете? Это очень важно сегодня в состоянии смирения сердца обратиться к Богу и сказать, Господи, открой мне, мне непонятно. Ну, вот непонятно, так задай вопрос, задай вопрос Богу. Читай Библию, она тебе ответит, и когда ты перед тем, как читаешь, ты обращаешься к Богу, Господи, покажи мне, покажи мне, дай мне откровение разуметь, потому что, на самом деле, люди, которые не приняли в сердце Бога, не покорились Ему, им трудно даже разуметь, что написано, они думают, ничего не понятно. А вот только когда с покорностью в сердце придут к Богу и скажут, попросят Бога, дай мне разуметь, Бог откроет сверхъестественно, будете читать, и вам будет просто все понятно. Это истина, пастор Галина, почему? Смиренный человек может принять Божье спасение, Божью благодать. А вопрос возникает, а гордый человек может принять? Может, если он смирится, но если не смирится, он просто не примет. Есть такой закон, знаете, как сеяние жатва. Что посеешь, то и пожнешь. Если вы сеете помидоры, вы никак картошку не пожнете. Это, я не знаю, какое чудо должно произойти, дорогие друзья. Поэтому есть такой закон, что смиренным Бог дает благодать, гордым противится. Но в сознании человека смирение – это слабый такой, знаете, это характер, наверное, слабого человека. Какая-то черта такая. Смиренный – это какой-то, не может за себя постоять, наверное, вот, не смелый, не дерзновенный. Не, дорогие друзья, смиренный – это человек, который уважает высшую власть. И он понимает, что он не сам по себе, что его кто-то сотворил, создал. Это есть великое смирение. И тот человек, Бог, Сын Божий, Иисус Христос, который является спасителем всего человечества, он не просто сказал, он показал путь смирения через свою жизнь, которую он прожил. И научил нас любить Бога. И он показал нам, он сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Истинный покой, истинное спасение Божие, жизнь вечную вы только можете приобрести, когда вы преклонитесь добровольно, когда Господь стучит в ваше сердце. Когда мы говорим, что придите все к концу земли, это не значит, что как-то, знаете, вот, берут и загоняют всех, чтобы все концы собрались. Нет, Бог никого не насилует, Он не насильник. Бог есть любовь. Он предлагает, Он говорит вечную любовью, я возлюбил тебя, и потому просер к тебе свое благоволение. Его благорасположение сегодня к вам, дорогие друзья, чтобы вы могли прислушаться, что Бог сегодня говорит. И Господь обращается, земля, земля, слушай Слово Господне. Это так важно. И вот я хотела показать, что такое смирение. Смирение – это осознание, кто являюсь, кем являюсь я, и кем является Бог. И что я не Бог. И мы не можем себя сравнивать с Богом. Вот это и есть смирение. Что Бог – это Творец, а я творение. И все, вообще, как бы вот, все мировоззание, или, да, все делится на две категории. Творец – Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Это Троица Святая. Это Творец, кто творил. И мы, как творение. И творение должно признать Творца и покориться Ему. Дорогие друзья, мы в программе «Твой лучший день». И мы буквально через несколько секунд возвращаемся и продолжим эту тему. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы говорим о Божьем вечном спасении, о Божьей жизни вечной, которую Он подарил для человечества в Сыне Иисусе Христе. Это дар Божий для человека. Мы все согрешили, лишены Божьей славы. Но возмездие за грех – смерть, да, зарплата. То есть, что посеешь, что пожнешь. Но Господь из милости предложил выход из этой ситуации. Искупил. Это выкупить. Когда мы что-то выкупляем, эта вещь становится нашей. Господь заплатил большую цену. Иисус Христос умер на Голговском кресте. Чтобы мы сегодня могли жизнь, жить. И жить, иметь жизнь с избытком. Дорогие друзья, это так замечательно. Поэтому Бог сегодня предлагает из-за своей любви каждому человеку спасение. Не отвергните Божье спасение сегодня, когда Бог стучит в ваше сердце. Смиренное сердце – это любящее сердце. Это сердце большое, великое. Когда вы смиряетесь, это не унижает вашего достоинства, вашей профессии. Смирение, наоборот, возвышает человека. И мы говорили уже о тех принципах, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Бог гордый? Нет. Пастор Галина, объясни, что такое Бог гордым противится, смиренным благодать. Ну, в принципе, Бог в позиции Бога. Вот именно, что Он сотворил нас, и мы Его творения. И фактически, когда мы не соглашаемся с Богом, мы становимся против Бога и становимся Его противниками. Знаете, я раньше думала, что Бог против, противится, да, против тебя. Нет, ты против Бога. Бог – основатель. Понимаете, вот Бог есть, Он есть начало, Он основатель, Он действительно, Он нас произвел. И получается, мы начинаем противиться, и ему как бы, а мне не нравится. Знаете, это как бы… Против своего создателя, который нас создал. Вот есть дети, такие невоспитанные, и грубые, и бунтари, и они, знаете, а зачем ты меня родила, мама? Зачем? Мне не надо было. Я тебя не просил. Знаете, с таким оскорблением, унижением, вот это то же самое, как люди некоторые, типа, а Бога, а я Его не просил меня творить. Понимаете? Вот раз вы не это, не хотите, получается, так он… Вы себя сами утилизируете, понимаете? Вы своим отношением к Богу показываете, что вы не, вот как бы, несостоявшееся вот творение, потому что вы себя показываете, что, а с меня ничего доброго не получилось. Понимаете? Вы себя ставите сами в позицию вот того непригодного существа, которое не будет жить вечно с Богом. Вы понимаете? Это страшно звучит, и утилизация, как будто бы ты… Да, почему? Потому что ты был предназначенный для чего-то великого, но ты не состоялся, как человек начнет горшочник делать, горшок, вот кусок глины, да, и он начинает ее лепить. В каждом куске этой глины есть потенциал быть красивым сосудом. Но если что-то не получилось, то он раз перемял. Но это совершенно другое. Понимаете? Хотя апостол Павел и говорит конкретно, в этом сравнении говорит, ты ли глина учишь горшечника, ты ли припираешься, ты ли пытаешься как бы доказать, что ты что-то, ты в руках его. Но есть люди такие, в таком уже ожесточении тоже. А вот меня таким Бог создал. Нет, Бог не создал дьяволом, понимаете? Он сам в себе, вот, воспротивившись Бога, именно вот это зачатие, как бы, вот, противления к Богу, грехов, состоит именно в том, что он захотел быть на уровне с Богом. Он сказал, и я, и я воссяду на мой трон, потому что ему понравилось, как Богу поклоняются все. Но ты не Бог. Вот это должен ты для себя определить конкретно, кто является Бог, и кем являешься ты. И вот это и есть смирение. То есть гордость ведет нас погибели, смирение дает возможность... Да, но это ты показываешь себе, что ты тот, кто ты не являешься. Никто же тебя не хочет унизить. Вот самое главное, что вы должны понимать, что в этом унижения нет, а в этом как раз-таки, вот, можно сказать, завершенность того Божьего замысла. Бог хочет показать, что ты мое творение, похожее в образ и подобие мое. Ты же на меня похожа. Я сотворил тебя не просто как люди какие-то безобразия. Безобразие какое-то. Понимаете, как мы сейчас представляем инопланетяне, там что-то такое, такие глазки страшные все. Бог по своему подобию. Понимаете, что мы смотрим... Какой Бог? Он, наверное, похожий. Мы на него похожи. Поэтому, дорогие друзья, смиритесь, и Бог вам откроет эти истины, которые благословят вас. Мы возвращаемся через несколько секунд. Друзья, вы в программе твой лучший день. Продолжаем нашу тему Божье спасение и жизнь вечную, которую Он подарил нам Иисусе Христе. И что такое жизнь вечная? Это Иисус Христос дознает тебя истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Через Божью благодать дается нам спасение. Что такое Божья благодать? Многие люди знают, благодать употребляет это слово. Это, наверное, что-то такое приятное. Да, это настолько приятное, что вы будете жить вечно с Богом. Так как когда вы смиритесь. И благодать это не то, что мы. Это абсолютно то, что Он. То есть Иисус Христос. Благодатью является Иисус Христос. И через Него мы получаем спасение. Не от своих добрых дел. Дела мы делаем вследствие того, что мы действительно становимся Его творением, когда принимаем Его в свое сердце. И мы созданы для этих добрых дел. Но никак мы не зарабатываем спасение. Это дар Божий. Мы можем принять по вере. Потому что недостаточно наших добрых дел, чтобы заработать спасение. Но добрые дела это следствие нас спасенных, нашей веры, нашей праведности в нем. Это так замечательно, дорогие друзья. Но мы еще хотели сегодня несколько минут взять в том направлении, чтобы предупредить каждого из нас сегодня Словом Господнем, как Господь говорит, чтобы мы могли увещевать друг друга, предупреждать именно на основании Слова Божьего. Те, которые уже следуют за светом жизни, за Иисусом Христом, идут в этом спасении. Как написано, мы спасены в надежде и совершаем свое спасение. То да, мы ничего не можем сделать для того, чтобы спастись. Он нас спас, Спаситель спасает. Но мы еще в процессе жизни, мы еще не завершили, мы идем. И нам нужна сила Божья, Дух Святой для того, чтобы совершить свое спасение. Господь говорит, совершайте свое спасение. И вот здесь существует сегодня в мире, в котором мы живем, много различных мнений и толков. Даже я бы сказал, христиане, которые верят в Иисуса Христа, приняли в Иисуса Христа, есть иногда недопонимания некоторые в том плане, что одни говорят, что можно потерять спасение, другие говорят, нельзя потерять, так как это дар Божий и подарок никто не забирает. Совершенно верно. Но мы все знаем из жизни, что каждый человек по неосторожности может потерять что-то драгоценное. Поэтому не теряйте ничего, не теряйте жизни вечной. Да, дорогие друзья. Поэтому как это может произойти? Пастор Галина, как ты думаешь, можно потерять или нет? Спасибо. Думаю, что если мы любим Бога, то это очень трудно. А вот когда мы отвлекаемся, когда мы фокус теряем, ожесточаем свое сердце и может быть начинаем допускать обиды, раздражения, злобу, где-то, знаете, зависть, вот смотрите, казалось бы... И живем в этом состоянии, в плоти. Да, и смотрите, дьявол был в присутствии Божьем, это архангел, который был допущен к Богу самое близкое, он приносил Богу хвалу, все творение его славило, и он приносил, и быть в присутствии Божьем, и потерять ту позицию, это нам о чем-то говорит, понимаете, это говорит о том, что мы не должны расслабляться, и мы не должны надеяться на себя, вот тот корень, который он действительно захотел быть таким, он позавидовал, и зависть первая родила грех, понимаете, и вот мы не должны завидовать никому, и мы не должны допускать злобу, и если мы опустимся, на вот, и он то же самое людей сегодня тем же методом своим, как говорится, вот он знал, на чем он упал, и поэтому он этим и искушает людей, вот они хотят, вот, а, я хочу, вот как тот певец, там, или вот, чтобы меня все увидели по телевизору, или что, а что дальше, ну, ты думаешь, что в этом только счастье, понимаете, что тебе будут все, или там, золотую звезду, за ту медаль, может быть, получу, ну, люди там добиваются, или какую-то статуэтку эту, Оскара получат, ну, что, а что дальше, понимаете, а вы посмотрите на их жизнь, если они разводятся, если они изменяют друг другу, если там столько боли, и сколько из них еще жизнь с самоубийством покончила, вы посмотрите по статистике, это не говорит о том, что они самые счастливые люди, а нам, остальные, вот, грешные люди, вроде бы, ну, грешные, я неправильно даже сказала, такие, вроде бы, люди, которые думают о себе, что они ничего не значащие, и вот, что, если бы они заняли чью-то позицию, то все бы изменилось, я вам скажу, это обман, это как раз тот луковый, можно сказать, западняк, который он думает, что вот чего-то тебе не хватает, вот было бы, как у соседа, была бы машина такая, была бы одежда такая, либо, ой, я бы выглядел вот так, дорогие друзья, вы имеете все необходимое от Бога, чтобы иметь благословение, абсолютно все, Бог не обманывает, просто научиться распознать это, оценить это, и прославить Бога, дорогие друзья, мы возвратимся через несколько секунд, и продолжим эту тему. Друзья, вы в программе «Твой лучший день», мы сегодня говорим о Божьем спасении, о жизни вечной, и мы определили, что жизнь вечная и спасение приходят через Иисуса Христа, Спасителя, в Которого мы уверовали, то, что Он совершил, забрал наши грехи, наши немощи, болезни, вознес телом своим на древо, и мы избавляемся таким образом через веру от грехов наших и живем для Божьей правды. То есть жизнь вечная и спасение – это Его жизнь, пребывающая постоянно в нас. Поэтому вопрос, который очень сегодня актуальный, может ли потерять верующий человек спасение или нет? Я бы сказал «нет» и «да». Что это значит? Если в Иисусе мы пребываем постоянно, то верующий, когда идет за этим светом Божьим, в нем свет пребывает, то он никак не может оставаться во тьме. Но как только мы выключаем свет, или как Писание говорит, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Поэтому я вижу, как и апостолы предупреждают, что чтобы мы, если думаем, что стоим, нужно беречься, чтобы не упасть. То есть не гордиться, нужно отходить в постоянном смирении. Вы скажете, возможно ли это? Самим невозможно, но с Богом возможно. Поймите одно, как только мы выходим из здания, где есть свет, там тьма, допустим, ночь. Как только мы выходим из повиновения, от смирения, там нас ожидает совсем противоположное. Да, предупреждаю, что если, чтобы у вас кого-то не возник горький корень, и им не осквернились многие. Получается, сосуд, который оскверненный, поверьте мне, его уже из храма выносят, и уже больше его не употребляют. Он оскверненный. И этот, получается, оскверненный сосуд пытается еще осквернить. Вот вы замечали, как это работает? Кто-то обиделся. Обиделся, и он не остается в своей обиде. Он начинает отравлять вокруг людей. Он начинает всем рассказывать, как его обидели, и какой это плохой человек. И чтобы все согласились с ним, понимаете? Вот он ищет вот это осквернение. И люди, когда послушают его, и думают, ой, действительно, посмотрю, ой, этот пастырь, да он никакой не пастырь. Да посмотрите, как он со ко мне отнесся. И начинает вот это, вы понимаете, и вот себе, можно сказать, армию свою еще этих отступников, понимаете? И вот этот отступник, человек, который отступил от истины, понимаете? Почему? Потому что он сфокусировался на чьем-то немощи, ту немощь, которую он должен был покрыть, понимаете? Покрыть любовью. Легко любить, которые люди, когда все нормально, понимаете? Если человек никакого не делает против вас преступления, или вообще не обижает, так и все, написано в Библии, конкретно в Матвея, Иисус говорил, что все могут так любить, любить любящих вас, а вы, как Отец ваш Небесный, любите тех, которые проклинают вас, которые обижают вас, и таким образом вы будете сынами Отца Небесного. Когда вы научитесь любить, когда вас трудно любить, когда вас люди, может быть, унизили, или оскорбили, и вообще несправедливо с вами поступили, а вы любите, потому что вы сущность любовь. И Бог им иначе не может. Он тоже любит. Да, Он накажет людей. Поэтому то же самое, Бог не говорит о том, что вы закрывали на глаза и говорили на плохое, хорошее. Просто суд принадлежит Богу, а вы должны суд предоставить Богу и еще просить о помиловании. То есть, можно вывод сделать, что если мы держим горечь и живем в этой обиде, в непрощении, то это может быть препятствием нам увидеть лица Божия. Потому что написано, без мира, без святости Божьей никто не может увидеть лица Божия. Блаженное чистое сердце. Да, не простите от всего сердца ближнему, то и Отец ваш небесный не простит вам. Это уже говорится людям, дорогие друзья. Поэтому сегодня хотелось бы призвать каждого из нас, чтобы мы пересмотрели свою жизнь. Те, которые люди уже приняли спасение Божие, имеют жизнь вечную. Но, чтобы мы не поступали по плоти, как Писание говорит, что вы начали хорошо, оканчиваете не очень хорошо. Поэтому, сегодня время, когда мы можем услышать голос Божий, мы сегодня можем пересмотреть свое состояние, как и Господь говорит, что на всякое время будьте готовы. Завтра не в ваших руках, в Божьих руках. Поэтому, мы не знаем, что произойдет этой ночью, этим вечером, через час, через два, но нам нужно быть в готовности номер один, как всегда. То есть, сделать решение простить должникова. Потому что, Бог как верит и праведен, прощает нас, когда мы просим, у Него прощения, исповедуем наши грехи, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но также, Бог остается верен в том положении, что, если мы не прощаем, то Он тоже, будучи верен и праведен, так и написано. Не просит вам. Мы должны взять эти слова очень во внимание и быть осторожными, потому что жизнь бросает вызовы, и действительно нужно осторожно вести жизнь. Да, и мы просто хотим помолиться за вас. Уже к концу подходит наша передача и просто благословить вас, Господи, настав на путь правды, на путь истинный, Господи, научи людей хранить спасение, обрести спасение и сохранить его. Мы благословляем вас на то откровение Духа Божьего, откровение принципов Божьих, Царства Божьего, которое, оно внутри нас, которое, это Царство Света. Мы благословляем людей, Господь, на то, просто этот репет, страх божественный, чтобы они берегли то драгоценное спасение, чтобы они не расточали и не променивали на временные похоти, на временные искушения, эти то, что предлагает им враг сегодня. Господи, я благословляю каждого слушателя на ту покорность, на то смирение, которое, Господь, просто ты только можешь дать и укрепить, и утвердить. И мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы просто сейчас направляете свое сердце к Богу и в смирении приходите, и Он будет ответом на все ваши проблемы. Дорогие друзья, спасибо, что вы были в программе «Твой лучший день», и мы посылаем вам шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова